Всего сколько прыжков? Потому что я не десантник, а военный журналист. Высота прыжков 300 до 800 метров. Вот здесь указаны высоты. Ми-8, 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 друзья. Меня, короче, от этих прыжков отстранили, в связи с тем, что был сильный ветер. То есть солдат покидали, а офицеры стало жалко. 300 метров написано. Ребят, Д-6. Да, одни 300. Купол Д-6 и 300 метров. Вообще, ребят, это... Чем ниже тем опаснее. Так точно. Добрый день, дорогие друзья. И вот снова мы встречаемся сегодня с моим другом, майором военным журналистом Станиславом Стуловым. Сегодня непростая встреча. Сегодня мы пришли в библиотеку нашего района, центральную, где будет презентация книги про железнодорожников. Ну, видимо, и Великой Отечественной войны. В общем, сейчас хочется, конечно, мне хотелось бы задать некоторые вопросы моему другу, моему гостю Станиславу. И все, что касается в основном десантной подготовки его, парашютной десанты. Но прежде всего хотел бы ему подарить сегодня вот такую книгу с подписью автора. Ну, там один из авторов приходил, герой лодки К-19. Год назад была у нас здесь презентация. Станислав, держи, дома рассмотришь, да, там все с подписью. Друзья, итак, значит, у Станислава, который служил в северной группе войск. А сколько лет ты служил в Польше, вот эта северная группа войск, да? Четыре года. Четыре года. И там, по собственной своей инициативе, он совершал со своим другом, да, вдвоем вы пошли, прыжки с парашютом, с вертолета, да? Да. Только с вертолета. Давайте он немного расскажет, потому что очень интересная, очень интересная тема. Китель немножко. Станислав, китель, да, по теме. Что конкретно интересует? Вот, смотри, интересует то, что ты тогда был старшим лейтенантом, да, то есть старший лейтенант идет, договаривается к командующему или к замкомандующему группой, да, или командиру дивизии о совершении прыжков или как было дело? Нет, немножко не так. Это был 1986 год, вот. И мы со служивцем по отделу в газете «Северная группа войск» «Знамя победы» с Геннадием Клёщиковым, капитаном, решили... А ты уже был капитаном? Я был старшим лейтенантом. Старшим лейтенантом. Да. Мы решили, так сказать, узнать новое, так сказать, о военной службе, в частности, о парашютных прыжках. Соответственно, не просто узнать, а попробовать на себе, что это такое и как это все делается. Подожди, ну кто-то, ведь, наверное, с вами один раз поговорил, что ребятки военные журналисты, а слабо вам прыгнуть с парашюта? Был разговор такой или нет? Или это просто решение офицера? Нет, это просто решение такого, ничего такого не было разговора. Потому что, чтобы писать, надо знать, о чем пишешь. Поэтому, ну а мы бывали в разных войсках, абсолютно, в разных. И авиации, и там, в разведывательных, танковых, там, и свелковых, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, чем больше знаешь, тем лучше пишешь. Ну, то же самое, что, например, у доктера. Ну, какой-то актер, если ты автомобиль не водишь, да, ну, какой-то актер, да, или не плаваешь, допустим. И вот, в 86-м году мы это решили. Какой месяц? С коллегой, я месяц сейчас не помню. Весна. Весна, да? Непосредственно начальника? Да. Редактора газеты, как газета называлась? А я вот уже говорил, газета Северной группы войск, Знамя Победы. О, и ты там был просто военным журналистом? Ну, это, вообще, военные журналисты, это, как бы, профессия. А я был там корреспондентом, ну, на тот период, по-моему, я не помню, либо постоянным, либо в отделе комсомольской жизни. Ну, не важно, корреспондентом. Да, да. Окружная газета, это групповая газета. Вот. Мы, естественно, прошли медицинскую комиссию предварительно, поскольку без этого нас никто бы не допустил к прыжкам. Вот, прошли подготовку соответствующую, ну, наверное, как она называлась, не знаю. Предпрыжковая. Предпрыжковая, да, подготовка. Вот. Научились укладывать, соответственно, парашют. Д-5? Нет, это самое. Я вот за все время там прыгал на двух типах парашюта. Д-1-5У и Д-6. О, а Д-1-5У, это что за парашюта? Для летчиков, видимо, это не... Есть такой, да. У это управляемый. А, что себе. А вот. И, собственно говоря, вот могу показать. Очень интересная документ. Парашютная книжка. Но она, правда, называется книжка инструктора парашютной десанты подготовки. Ну, у них не было обычных, как бы, книжек, да, парашютных. Поэтому выдали вот такую... А почему написано капитан, потом майор, то есть сначала и капитан, потом майор, да? Ну, потому что, да, потому что время шло. Так, выдали парашютную книжку. Сначала инструкции идут, показывайте. Да, нет, здесь инструкции нету никаких, вот. Ну, здесь есть, что... Вот самое интересное, да. Проверка техники выполнения прыжка с парашютом была произведена. Это, по-моему, уже в 86-м, да, году? Это все в Польше, в каком городе? В Польше, Легница. Смотрите, оценка хорошо. Начальник ПДК, подполковник капитан Лазаренко. Интересно. Вот, потом дальше... А почему не, ну, отлично? Так, ну-ка, ну-ка, всего сколько прыжков? Потому что я не десант. Ну, ты вот в данном случае выполнил, смотри, подготовку, да? Как вертолетчик, то есть программа подготовки, возможно, да? Как у любого вертолетчика, вот, члены экипажа вертолета. Да, значит, дальше, вот здесь тоже еще есть две записи медицинской комиссии, но сами там результаты в другой книжке. А, еще в другой книжке. Да, а это итоговый результат, что годен к парашютным прыжкам за... Исключением испытательных и экспериментальных. Ага, а я сначала прочитал экстремальных. Ну, все, понял, да. Смотрите, ребята, вот так вот, военный журналист. Да. И каждый может похвастаться. Мы начали прыгать, вот, у меня прыжки проходили. Вот-вот-вот. Вот, это каждый прыжок записывался в 86-м году. Ну, когда тут, может, дату посмотреть. Краткое содержание заданий. Упражнение номер 2, упражнение номер 4. А, это что за упражнение? Это в октябре и в ноябре. Октябрь. Октябрь. Ноябрь 86. 86-го года. Д-1. 5-мар. И запаска у тебя была еще, да, все-таки запасочка была, да, здесь? Да, запасная. Сам ты укладывал, да? Да, запасная, да, конечно, сам. А он, вот, Д-1-5-У, он... Ну, здесь Д-1-5 написано, но вроде У там еще было. Ага. Он проще в укладке, чем Д-6. Потому что Д-6, вот, десантные, это... Да. Да нет, они примерно... Примерно, чуть поменьше, мне кажется. Да, но это не спортивный порошок. Не спортивный порошок. Вот, на который можно приземляться стоя. Ну, он также ранцевый, да, то есть он ранцевый, да. Да, он мало чем отличался. Классно, оценки поставлены. Значит, здесь всего 8 прыжков, да? Вот на этой странице 8 прыжков. Ну, что я по записям, да. Классно, в октябре. Это еще на траву прыгали уже. Затем еще в 87-м году. Упражнение номер 5, слушай. Это уже упражнение. Это апрель-май 87-го, да. Но это я уже... Воинская часть, ребята, полевая почта. Я уже перешил... Меня перевели уже в другую, в другую. Так сказать, воинскую часть. Это уже была танковая дивизия. И оттуда я тоже уже прыгал несколько раз. Ездил в Легницу и также прыгал... С вертолетным полком, что ли? С вертолетным полком. Не с разведывателем, а именно с вертолетным. Нет, да. Подожди, тебя переводят в другую часть. От тебя никто не требует уже совершать еще вот эти... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ты все равно идешь снова совершаешь. Но и в редакции никто не требовал. В этой групповой. А твой друг он уже не совершал. Ты уже один вот здесь совершил. Мне кажется, мы вместе продолжали. Ты уже майором был, да? А, капитаном здесь тоже. Я думаю, уже может, возможно, да, уже капитана было в 87-м уже. То есть там было много вертолетных частей, да? Вот полк большой, много вертолетов, да? Да, да. Высота какая, Станислав? Высота прыжков от 300 до 800 метров. А 300? Вот здесь указано. Вот здесь указано. Ми-8, 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 друзья. Высота метров 300. Скорость километров в час 140. Тип парашюта D6 уже здесь идет. Вот здесь я можно назвать десантником D6. Все это наш людской парашют. Правда, я прыгал с D5. А запаску тоже сам укладывал, да? Нет, запаску мы не укладывали, они уже были вложены. Но ты всегда у тебя с собой в парашютной сумке запасочка. Да, да, да. Я хотел сразу сказать, что на самом деле вот там мы смотрели медкомиссию. Медкомиссию. Да. Там еще я прошел в 88-м году медкомиссию, тоже хотел еще прыгать. После этих прыжков? Да, да, в 88-м. И выехал вместе с разведывательными подразделениями дивизии на парашютные прыжки. Отдельный разведбат какой-то с ними выходил. Ну, я не помню, там сколько рот прыгал, одна или две там, или... Это танковая дивизия, да? Да, да. Вот. Но ты там пробыл, я не знаю, там пару, два или три дня вот на этих сборах находился вместе с личным составом, да? И... И... В связи с тем, что был сильный ветер, когда начались парашютные прыжки... Это уже лето, это уже лето практически, вот... Ну, я тоже не... Не, ну это не зима, конечно, да, да. Май, начиная, да? Теплое время года, сейчас не могу сказать, вот. Просто зачем я проходил в 88-м еще эту комиссию для прыжков? Потому что я хотел еще прыгать. Или совершить какой-то экстремальный прыжок. Нет, экстремальный это... Экспериментальный. Экстремальный это без парашюта. Ну, так вот, да. Меня, короче, от этих прыжков отстранили в связи с тем, что был сильный ветер. То есть солдат покидали, когда... И они мне не дали прыгать, потому что боялись за мою, как бы... А все-таки солдат бросили разведчиков, солдат сержантов бросили. Ну, там с командиром взвода, понятно, они лейтенанта не прыгали. Вот так. Да, все-таки. То есть... Высота тоже 300 метров, я не помню, с какой высоты это, потому что я не прыгал. Ага. Но они прыгали всегда. Вот с Д-6 высота была, подожди, еще разик, Д-6 высота какая была? Ну, сколько там? 300 метров написано. Ребят, Д-6... Да, одни 300. А купол Д-6 и 300 метров. Да. Вообще, ребят, это... Все, они ниже, тем опаснее. Так точно, прямо сказано. Ну, вот экстремальная ситуация, одна-две была, наверное, на компрышке, потому что не бывает, чтобы не было. Ну, я вот рассказывал... Закручивание струков, допустим. Не перекресток, а закручивание. Крова не было, но я рассказывал в другом интервью, какие были ситуации, собственно говоря. Если кратко, вот еще раз, пожалуйста, Танислав, товарищ Майданович, да, если бы... Ну, кратко, это чуть было не приземлился на вертолеты сверху, что опасно для здоровья, скажем так, потому что можно потом следить за вертолеты и разбиться. А на вертолеты, которые... На земле стояли. На земле стояли. Да. И второе, это когда, собственно говоря, приземлился на бетонку ногами, это сильный удар, да, потом еще ноги какое-то время болели. И хорошо, что дальше была трава и протащила уже метров 10 по траве. Это уже, так сказать, не так чувствует, если бы протащила парашютом по бетонке. Ну, то есть обдираться можно очень неплохо. Вот смотри, допустим, тебе как бы дальше не дали в тот день прыгнуть, и по каким-то причинам ты прервал больше продолжение своей парашютной десантной подготовки, да, как бы? Ну, мечтал-то еще побольше, я попрыгал не чувствую. Ну, в 89-м я из Польши заменился, поэтому уже как бы не было. Да, они, разведподразделения, они прыгают там не каждый месяц. Там, я не знаю, или раз в год, или там... Ну, их 4 прыжка вроде бы идет, насколько я знаю, разведчиков. 4 прыжка, а в полгода, в полгода 4 прыжка. Просто как бы не было прыжков в дивизии, но опять договориться с этим полком это не так просто, потому что... Ну, тебе понравилось, да, Станислав, прыжки-то, я так понял, что ты... Ну, по крайней мере, я узнал, что это такое, я узнал, как парашют укладывать, вот, и, собственно говоря, все ощущения я испытал. Ну, вот ты себя почувствовал парашютистом, таким уже опытным, на каком прыжке? Вот как бы ты почувствовал себя уверенно уже в небе, вот на ком? Ну, я не знаю, нет. Что значит опытный? Ну, прям вот почувствовал, что да, ребята, мне это нравится. Мы знаем, что после тысячи прыжков люди разбиваются, поэтому тут опыт, так сказать, относительный. А тогда по-другому спрошу, как бы вот почти все волнения пропали? Наверное, видите, пропали. Волнения остаются всегда. Но не такой же, как на первом и втором прыжке. Как я... То есть ты человек без нервов, ты, в общем-то, это... Я как-то говорю, что на первом прыжке было меньше всего волнения, чем на других. И тем не менее, ты продолжал настаивать. А вот в прошлый раз у тебя на кителе был большой знак, я ребятам покажу тот отрывок, это вот памятный знак северной группы войск, да, как раз? А Станислав, вот смотрите, вы постоянный такой член активный боевого братства, да, Станислав? Я уже вышел с боевого братства. А, вы вышли из боевого братства, ну тогда вы мой брат. Там что на нем написано? Вот какой-то большой знак, вот. На правой стороне кителя был, да, вот такой. Там вроде бы солдат. Северная группа войск, большой, большой знак такой. Нет, наверное, у меня и не было такого. А что такое за знак у тебя там на аппарате? Вот такой круглый, да, это знак воинской славопоколения, это уже здесь было получено. А я почему-то вот представлял, что там этот, Польша. К юбилею победы, я не помню, как он. Ну, ты видел, да, по телевизору или все, что наши высадились парашютным способом, ВДВ, в районе Херсона? Да. Станислав, огромное спасибо за интервью, особенно за свое офицерское прошлое, за свою позицию. Но все-таки вы парашютист-отличник, да, насколько я понимаю, парашютист-отличник? Ну, больше 10 прыжков, это уже вообще отличник. Да, можете уже разведенное подразделение, как говорится, вывести. Все, вам благодарю. А, друзья, ну, классно. Сейчас мы идем на презентацию книги и увидимся еще, ребят. Спасибо.